Привет всем! Мы дома. У нас стресс. После Киева реально стресс, серьезно, вот сейчас без шуток. Ай, ладно. Мама принесла нам вот такие красивые порции завтраков. Боже, вообще прекрасно. Тут салат с оливками, цветы такие красивые, яйца отварные, хлеб с паштетом каким-то. В общем, пакетку принесла, очень-очень приятно, что позаботилась на замок, конечно, смотрела, за цветами поухаживала. В общем, на маму можно положиться. Мы привезли наше солнцестояние, они очень мягкие, но, к сожалению, чуть-чуть поломались. Поломались, потому что тетраска такая в вагоне, ей тяжело такую хрупкую вещь. Маняха, нельзя, что ты туда заглядываешь? Нельзя такую хрупкую вещь довезти аккуратно. Я же не показала вам, что купила вот такую халву в магазине, как же там, в Решенго, по-моему, он назывался. Халву купила, и вот такие интересные кокосовые батончики. Надо пробовать. Они все без сахара. Вот, что-то интересное. Набир три штуки? В смысле три штуки? Тут всего лишь три штуки? Капец. Я думала тут больше, я даже не обратила внимания. Мы там все пока убрали. Наша помог приготовил ужин. Не только ужин, он там мясо нажарил, котлет нажарил, короче. Голебал, вон очень вкусные котлеты Кордон Блю продаются. Мы даже подремали, потому что меня просто выключало, я никакая была. Я очень хотела спать. Немножечко привлечься в порядок, собралась, иду вот к маме, чтобы отдать солнцестояние. На это солнцестояние смотрят просто все. Это блука, которая очень привлекает внимание. Серьезно. Привет! Привет! Надя! Нет! Зачем ты пришла? Ювляночка. Зачем ты пришла? Ювляночка. Предавец. Это сам и предатель. Дям, слушай, молочка. Успокоилась, молочка. Успокоилась, зайка. Успокоилась, молочка. А что ты принесла? Покажем, что я принесла. Зачем? Господи. Дям, смотри, какие у него боксы выросли. Какие ювляночка. Привет. Привет. А что ты принесла? Это вам по солнцестоянию. Только аккуратно, чуть-чуть поломали. А что это такое? Это еда? Булки. Да. А ты видела видео? Блин, забыл искать, не смотреть. Бабушка, как тебе приключения в Киеве? Да, это просто такие из их пекарни. А, они с начинкой? Нет. Боже, какой приключений. Это хлеб выпечка. Бабушка, как тебе приключения? А что это значит? Не знаю. Дям, как тебе приключения в Киеве? Супер-рочь. Как на сапогатах покатались? Да, да, да. Как на сапогатах покатались? Классно. Тебе новые шорты или нет? Нет, нет, нет. Спасибо. Можно попробовать. Спасибо, Бабушка. Спасибо, Бабушка. Это то, что у нас нет. Мы с лишним на сапогате. Веш, их везет, и женщина такая, какие у него булки. Леша такая, да. Ты сейчас уже уйдешь? Посижу чуть-чуть. А что? Мы их везли, ну, завязаны, они мягкие остались. Что сделаем? Можно из масла вы поджарить. Нет, ну, я их вытащу. Боже, где твой зуб, Родя? В салфетки, я отдал. Пока ты по Киеву разъезжаешь, утречки, ты уже зубы. Поздравляю. Это уже все. Спасибо. Ах, пахнет. Да, вот это у вас событие. Зубы выпадают. Да, пока вы шатаетесь по Киеву, у нас зубы выпадают. Так сам себе вытащил. Понимаешь? Ужас. Даже не боялся, да? Ужас, не больно, не все. У тебя сейчас начнется процесс, да, выпадения всех зубов? Ну, да. А, мне кофе сварила. Да, вызвайте. Не надо. Чего, сильно хочу, аж у меня. Ой, ну мягко еще. Мягко еще. Мягко? Ну, хлеб. Ну, хлеб. Ой, а чем-то напоминает грузинский лаваш. А Родика сегодня вспоминала. Тут лаваш, и мы берем на Победе вам столе. Там тандыр есть. Мяу. Вкусный лавняк. Как межик тоже взял бы. Чего скажи? Скоро трат. Чего там не очится? С Лешкой переехали в Бракард, мне духи посмотреть. Такие духи с интересными. Вот эти прям очень классно пахнут. Ой, нет. Когда про них не слышала, но прям запах обалденный. На вершине. Санат какой-то на вершине. Вот эти вообще обалденные. Пахнут этими апельсинами и мандаринами. Вот именно вот эти. Еще хочу понюхать Вабулган, но там нет трестера. Вот же он стоит. Дядь, наверное, Вабулган. Вот он, розовый. А, да. Сейчас мы его помешаем. Не, все остальные грубые. Да? Мужские боли, да? Они прям грубые. Этот еще и плохо пахнет. Не, мужской. Шестой? Да. Шестой прям ничего не понимает. Шестой офигенный был. Но он, блин. Дорох пахнет. Пахнет. Классно пахнет. Он реально жвачкой пахнет. Вот этот. Просто жвачка. Обалдеть. Не думал, что есть такие духи. А белый? Ничем. Ничем? А есть где-нибудь? Нету, нету, Вяш. У них нету. А нету, говорю? Вот там в банке что? О, есть. Надо же. Можно тоже пахнет? Фу, носками. Ах, кофе пахнет. И носками. Носками. Шакиров. 914 деревень. Ну, это как один из Викторий Секрет Спреев. Очень далеко. Он тоже жвачка, но очень далеко. Он будет нестойкий, наверное, еще и вообще. Что ж, мы теперь открыли и для себя самокаты в Запорожье. Беда только в том, что у нас только один прокат есть. И вот, кстати, мальчик едет. Тоже. Тоже, видимо, да, нашел. Есть приложение, но плоховато работает. У нас что? Черное. Три гривны минута. Нормальные самокаты. Кататься классно, но их по городу мало. По приложению можно найти, где они находятся. И как бы у нас все классно. Есть дорожки тоже покататься. Я прям в Запорожье почувствовала по-другому, когда каталась на самокате. Но дальше в центре не уедете особо. Только до порта и дубовки. Я сейчас вам скажу, как называется вот Лайон. Только, пожалуйста, все самокаты не занимайте. Мы сегодня с Лешей решили поужинать бы ловить. И мы тут очень давно не были. И мы немножечко приходили, потому что здесь выросли цены. И сменилось меню. Но цены выросли здорово. Я помню, здесь стоило карпанара 90 с чем-то. Сейчас на 163. Добавились новые позиции в меню. Некоторые блюда стоят вот как в Киеве. Покиньте, мы просто только оттуда приехали. Смотрим такие смысли. Когда такое успело произойти. Ну, тут очень давно не были. Поэтому посмотрим. Мы там заказали какие-то новые блюда интересные. Надеюсь, что будет вкусно. Просто в том же чао, по-моему, сейчас дешевле. Я заказала себе какой-то интересный напиток. Фисташковую мачо. Ну, мачо с добавлением сиропа от фисташки. Сверху присыпали фисташкой. Мне кажется, вкусно должно быть. Ну, у нее уже ладо соленой каранели. Долго сегодня ждали еду. Реально полчаса, наверное. Леша там ягненок. Что-то у тебя есть опять нечего. И опять зеленый соус. У тебя просто в каждом блюде уже этот зеленый соус. Это тарелка наша. Такая большая. У меня ризотто с креветкой. У меня же типа шашлык, что там долго надо. Смотрите, что мы нашли. Шикарное, боже. Как они там? Пантанола. Господи, я только что записала, как они называются и забыла. Садовый колокольчик. Садовый колокольчик. Садовый колокольчик. Кстати, это же такие маленькие. Я их собачка называла, по-моему. Да? Это они? Нет, не они. Купила три, как, типа ветки или три букета. Значит, вот эти сиреневые по 50, а белые 70. Это букет большущий. Три пучка, да. 180 гривен. Так гляньте, какой красивый. Что в огромную вазу поставлю. Пантанола. Пантанола. Забыли название. Я сто раз приспросила. Кстати, вы ловите, было очень вкусно. Какие-то цветочки. Бля, бля. Я держу, чтобы они стали. А теперь подоградь. Маняха. Не, ну блин, ну, может нельзя не это есть? Дай понюхать ей, что-то. Твою, просто плохо. Травку щиплет. Она потом будет трогать, я тебе серьезно говорю. Кто будет утром это все делать? Убирать? Она сейчас поест, и через пять минут ее сточни. Ты думаешь? Конечно. Она моментально ей плохо становится. С чем она ее ест? Честно, не бывает. Ты же пасту тоже не даешь ей дам? Давала. Такие красивые цветы, реально такие большие. Очень. Но они, я смотрю, и маленькие продают такие. Значит, пшеницу специально для котов пророщенную приносишь на несть? Да, ей вот это вот подавай. Букеты, букеты приноси. Мышь цветы, она мне не понравилась. Не, имя трава, да. Мама, смотрю, поставила цветы там. Пальму и женское счастье переставила. Но, может, я думаю, что так им лучше. А я сюда специально шифлеру вернула, потому что пусто было. А вешалку сюда немножко подвинула. Теперь какое-то нагромождение цветов возле стены получилось. Ничего. Такое. Ой, с завтрашнего дня уже подано на работу. Хотела сегодня расписать план. Что-то как-то не успела я расписать план. Прошу прощения за былым они света. Не знаю, как эту проблему решать. В общем, погуляли, покатались немножко на самокатах. Конечно, это удовольствие не из дешевых, поэтому часто на этих самокатах не поездишь. Мы проехались буквально там чуть-чуть, заплатили 100 гривен за двоих где-то. И когда мы вышли, самокатов уже не было. То есть люди как бы пользуются. Ну, прикольно. Прикольно. Хотелось бы, чтобы у нас в городе такого было побольше, и зоны для катания расширились. Потому что сюда, например, заезжать нельзя. Вот. Еще по поводу Киева хотела сказать, что нам там настолько понравилось, что у нас появилась идея и даже цель пожить там месяц. Ну, не ближайшая. Может быть, осенью или август. Ну, я не знаю. Посмотрим, как вообще все будет, потому что в стране война. Неизвестно, что как пойдет. Хотелось бы, чтобы уже скорее мы победили, и все это закончилось. Но не знаешь, как дальше будет. Поэтому мы об этом думаем всерьез, чтобы понять вообще, как нам этот город действительно именно для жизни. Потому что он нам очень понравился. Мы, в принципе, много где были. И в Харькове, и в Черновцах, и в Мельницком я была, и в Ивано-Франкоус. Ну, мы видели разные города. Но вот Киев нас больше всего впечатлил именно тем, что в нем, ну, вообще кипит жизнь. Есть все. Максимально практично, удобный, живой город. И, не знаю, это прям очень сильно зацепило. Очень. Особенно, когда мы переехали в Запорожье. На контрасте мы поняли, что там, конечно же, жизни больше во всех смыслах. Я люблю свой город. Я люблю Запорожье. Он реально классный. Он уютный. Он мой. Но пожить вместе в Киеве я была бы очень даже не против. Поэтому посмотрим. И хотелось бы жить, конечно же, где-то в центре. Где-то там вот на... Как она там называется? На Подоле мы жили, да? Из Аболонь или Аболонь. Как она называется? Аболонь, да? Ну, короче, в центре. Потому что там очень-очень круто. Все есть. Вышел там метро, доехал куда тебе надо. Можно купить этот проездной. И даже экономнее ездить там на общественном транспорте, чем здесь, на маршрутке. Ну, посмотрим. Завтра пойду на Восток. Но с утра я хочу пойти поработать, поснимать кучу всего. У меня в субботу там стоит мастер-класс по Хиллс. Я забыла, что у меня мастер-класс. Записалась на Индив на субботу. Поэтому у меня прям там рядом Индив, потом мастер-класс. У нас скоро планируется поездка на конкурс в Винницу. Я вообще не знаю, кто из девочек поедет. Но я собиралась. Если никто не поедет, то поеду, может быть, с мамой в купе. Что одна я не рискну в поезде поехать. Стремновато, если честно. Я понимаю, что многие ездят сами, но я как-то, не знаю, публика разная. Достаточно опасно. Вдруг меня там, не знаю, поселят с тремя мужиками. Мало ли, что за мужики, но это стрёмно. Вот. Поэтому планирую Винницу. Потом там сразу мамин день рождения и отчетный концерт. Ну, июнь, короче, пролетит. Просто капец как. Но сейчас хочется сделать упор на работу, на заработок, чтобы подзаработать на Киев. И потом поехать, чтобы было за что жить. Естественно, поедем с Моной. Ну, короче, напишите, пожалуйста, те, у кого был такой опыт, кто тоже там приехал в Киев и захотел там потом пожить какое-то время. Как вам? Где жили? Может, есть какие-то контакты, квартиру, которую на месяц дадут там по нормальной цене? Мончик, ну, что такое, иди сюда. Мы сегодня чухались. Я сегодня коготочки стреляла, шерсть ей почистила. Она вот это вот так возмущалась, когда ей шерсть вычесывала. Она просто поднывала, так мяу-мяу-мяу. Типа, отпусти меня, отставь от меня. Думаю, что ты ноешь? Что ты в землю лезешь? Нельзя? Ага. Ты что, этот цветок не видела? Он с той стороны стоял. Уже поела мои цветы эти. Как они там называются? Я опять забыла. Короче, ребята, спасибо большое за просмотр. Спасибо за то, что вы с нами. Спасибо за то, что подписываетесь на Инстаграм. Мончик нельзя кинься, не лазь в землю. Ну, пожалуйста, пожалуйста, тебя прошу. Всё, берегите себя обязательно. Увидимся очень-очень скоро. И до новых встреч. Если ты не смотрел видео с Киева, смотрите, они очень интересные, как мне кажется. Чувствуется вот эта атмосфера Киева. Поэтому приятного просмотра. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok